Приказ Народного комиссара обороны Союза СССР Номер 227 от 28 июля 1942 года О мерах по укреплению дисциплины и порядков Красной Армии И запрещении самовольного отхода с боевых позиций Текст Враг бросает на фронт все новые силы И, не считаясь большими для него потерями, лезет вперед Рвется вглубь Советского Союза Захватывает новые районы Опустошает и разоряет наши города и села Насилует Грабит и убивает советское население Бои идут в районе Воронежа, на Дону На юге у ворот Северного Кавказа Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду К Волге и хотят любой ценой захватить Кубань Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами Враг уже захватил Ворошиловград Покрыв свои знамена позором Население нашей страны с любовью и уважением Относящееся к Красной Армии Начинает разочаровываться в ней Теряет веру в Красную Армию А многие из них проклинают Красную Армию за то Что она делает наш народ Под ярмо немецких отнятателей А сама утекает на восток Некоторые неумные люди на фронте Утешают себя разговорами о том Что мы можем и дальше отступать на восток Так как у нас много территории Много земли Много населения и хлеба Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми Выгодными лишь нашим врагам Каждый командир Красноармеец и политработник должны понять Что наши средства не безграничны Территория советского государства не пустыня А люди рабочие Крестьяне Интеллигенция Наши отцы Матери, жены, братья и дети Территория СССР, которую захватили И стремится захватить враг Это хлеб и другие продукты для армии и тыла Металл и топливо для промышленности Фабрики, заводы Снабжающую армию вооружением и боеприпасами Железные дороги После потери Украины Белоруссии, Прибалтики, Донбасса И других областей У нас стало намного меньше территории Стало быть, стало меньше людей Хлеба, металла, заводов, фабрик Мы потеряли более 70 миллионов населения Более 800 миллионов пудов хлеба в год И более 10 миллионов тонн металла в год У нас нет уже теперь преобладания Над немцами ни в людских резервах Ни в запасах хлеба Отступать дальше некуда Значит загубить себя И загубить вместе с тем нашу родину Каждый новый клочок Оставленный нами территорией Будет всемирно усиливать врага И всемирно ослаблять нашу оборону Нашу родину Поэтому Надо в корне пресекать разговоры о том Что мы имеем возможность без конца отступать Что у нас много территории Страна наша велика и богата Населения много Хлеба всегда будет в избытке Такие разговоры являются лживыми и вредными Они ослабляют нас и усиливают врага Ибо если не прекратить отступление Останемся без хлеба Без топлива Без металла Без сырья Без фабрик и заводов Без железных дорог Из этого следует Что пора покончить отступление Ни шагу назад Таким теперь должен быть наш главный призыв Надо упорно До последней капли крови Защищать каждую позицию Каждый метр советской территории Цепляться за каждый клочок советской земли И отставить его до последней возможности Наша родина переживает тяжелые дни Мы должны остановить А затем отбросить и разгромить врага Чего бы нам не стоило Немцы не так сильны Как это кажется паникерам Они напрягают последние силы Выдержать их удар сейчас В ближайшие несколько месяцев Это значит обеспечить за нами победу Можем ли мы выдержать удар А потом и отбросить врага назад На запад Да можем Ибо наши фабрики и заводы в Тулу Работают теперь прекрасно И наш фронт Получает все больше и больше самолетов Танков Артиллерии И минометов Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах В батальонах, полках, дивизиях В танковых частях и авиаэскадрильях В этом теперь наш главный недостаток Мы должны установить в нашей армии Строжайший порядок и железную дисциплину Если мы хотим спасти положение И отстоять нашу родину Нельзя теперь дальше командиров Комиссаров Политработников Части и соединения которых Самовольно оставляют боевые позиции Нельзя теперь дальше Когда командиры, комиссары Политработники допускают Чтобы несколько паникеров Определяли положение на поле боя Чтобы не увлекали Отступление других бойцов И открывали фронт врагу Паникеры и трусы Должны истребляться на месте Отныне Железным законом дисциплины Для каждого командира Красноармейца Политработника Должно являться требование Ни шагу назад Без приказа высшего командования Командиры рот Батальонов Полков Дивизий Соответствующие комиссары И политработники Отступающих с боевых позиций Без приказа Свыше Являются предателями родины С такими командирами И политработниками Поступать надо Как с предателями родины Таков призыв родины Выполнить этот призыв Значит отстоять нашу землю Спасти родину Истребить И победить Ненавистного врага После своего зимнего Отступления Под напором Красной Армии Когда в немецких войсках Расшаталась дисциплина Немцы для восстановления Дисциплины Приняли некоторые Суровые меры Приведшие К неплохим результатам Они сформировали Более ста штрафных рот Из бойцов Провинившихся В нарушениях дисциплины По трусости Или неустойчивости Поставили их На участки Фронта И приказывали им Искупить кровью Свои грехи Они сформировали Дали около Десятка штрафных Батальонов Из командиров Провинившихся В нарушениях Дисциплины По трусости Или неустойчивости Лишили их Орденов Поставили на Еще более Опасные участки Фронта И приказывали им Искупить кровью Свои грехи Они сформировали Наконец Специальные Отряды Заграждения Поставили их Позади Неустойчивых Дивизий И вели Им Расстреливать На месте Паникеров В случае Попытки Самовольного Оставления Позиции И в случае Попытки Сдаться в плен Как известно Эти миры Возимели Свои действия И теперь Немецкие войска Дерутся лучше Чем они дрались Зимой И вот Получается Что немецкие войска Имеют хорошую Дисциплину Хотя у них Нет возвышенной Цели Защищать Свою родину А есть лишь Одна Грабительская Цель Покорить Чужую Страну А наши Войска Имеющие Возвышенную Цель Защиты Своей Родины Не имеют Такой Дисциплины И терпят От этого Поражения Не следует Ли нам Поучиться В этом деле У наших Врагов Как учились В прошлом Наши предки У врагов И одерживали Потом Над ними Победу Я думаю Что следует Верховное Главнокомандование Красной Армии Приказывает Первое Военным Советам Фронтов И прежде всего Командирам Фронтов Безусловно Ликвидировать Отступательные Настроения В войсках И железной Рукой Пресекать Пропаганду О том Что мы Можем И должны Якобы Отступать И дальше На восток Что от Такого Отступления Не будет Якобы Вреда Безусловно Снимать С поста И направлять Вставку Для приведения В военному Суду Суду Командующих Армиями Допустивших Самовольный Отход Войск Занимаемых Позиции Без приказа Командования Фронта Сформировать В пределах Фронта От Одного До Трех Штрафных Батальонов Численностью До Восьмиста Человек Куда Направлять Средний И старший Командиров И Соответствующих Политработников Всех Родов Войск Провинившихся В нарушении Дисциплины По трусости Или Неустойчивости И поставить Их На более Трудные Участки Фронта Чтобы Дать им Возможность Искупить Кровью Свои Преступления Против Родины Второе Военным Советом Армии И прежде Всего Командующим Армиями Безусловно Снимать С постов Командиров И комиссаров Корпусов Дивизии Допустивших Самовольный Отход Войск Занимающих Позиции Без приказа Командования Армиями И направлять Их В военный Совет Фронта Для Придания Военному Суду Сформировать В пределах Армии От Трех До Пяти Хорошо Вооруженных Заградительных Отрядов Численностью До Двухсот Человек В каждом Поставить Их В непосредственном Тылу Неустойчивых Дивизий И обязать Их В случае Паники И беспорядочного Отхода Частей Дивизии Расстреливать На месте Паникюров И Трусов И тем Помочь Честным Бойцам Дивизии Выполнить Свой долг Перед Родиной Сформировать В пределах Армии От Пяти До Десяти Штрафных Рот Численностью От Ста Пятидесяти До Двухсот Человек В каждой Куда Направлять Рядовых Бойцов И Младших Командиров Провинившиеся В нарушении Дисциплины По Трусости Или Неустойчивости И Поставить Их На Трудные Участки Фронта Чтобы Дать Им Возможность Искупить Кровью Свои Преступления Перед Родиной Третье Командирам И Комиссарам Корпусов И Дивизии Безусловно Снимать С постов Командиров И Комиссаров Полков И Батальонов Допустивших Самовольный Отход Частей Без Приказа Командира Корпуса Или Дивизии Отбирать У них Ордена И Медали И Направлять Их В военные Команта Для Придания Военному Суду Оказывать Всяческую Помощь И Поддержку Заградительным Отрядам Армии В деле Укрепления Порядка И Дисциплины В частях Приказ Прочесть Во всех Ротах Эскадронах Батареях Эскадрильях Командирах Штабах Народный Комиссар Обороны СССР Иосиф Сталин Продолжение следует... Продолжение следует...